Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что они разработали принципиально новый метод восстановления недостающих частей зубов с помощью лазера. Помимо того, что процедура позволит восстановить родной зуб, она также поможет укрепить здоровые зубы с ослабленной эмалью. Немецкие микробиологи проводят глубинные исследования. Они уверены, средства для лечения рака можно найти на морском дне, так как его обитатели способны вырабатывать природные антибиотики. А некоторые виды морских грибков – бороться и с раковыми клетками. Ученые уже изучили сотни видов, чтобы выработать несколько лучших кандидатов для клинических исследований. Швейцарские изобретатели предлагают использовать в качестве неустанного и бдительного сторожа, следящего за положением спины, электронное устройство с тем же названием. Крепится оно в области поясницы и постоянно контролирует положение спины. Стоит владельцу начать горбиться или искривлять спину, как сторож немедленно отреагирует на эти изменения и начнет интенсивно вибрировать. Ученые из Соединенных Штатов планируют провести первые в истории клинические испытания по погружению людей в состояние анабиоза. Это необходимо для того, чтобы дать возможность хирургам спасти жизнь человеку при тяжелых ранениях и большой потере крови. На это, собственно, и нацелена технология охлаждения тела, которая позволит вводить человека в искусственную смерть. Жизненно важные органы в этом состоянии как бы засыпают и в меньшей степени страдают от недостатка питания. У врачей, между тем, появляется дополнительное время и, соответственно, шансы спасти больного существенно возрастают. Корейские изобретатели представили новую платформу для отслеживания здоровья. Она предназначена для сбора данных о физическом состоянии человека с помощью носимых датчиков. Модульный девайс может измерять температуру тела и частоту сердечных сокращений, анализировать сердечный ритм.